Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Сдадут до конца года. Глава Самары Лена Лапушкина проверила, как идет строительство новой школы и детских садов. Мы снова вместе, как пожилые и маломобильные жители могут заказать на дом доставку лекарств и продуктов первой необходимости. Зимняя резина подорожала на 15-20%, что сейчас происходит в шиномонтажных мастерских Самары. Взыскать алименты с процентов по банковским вкладам. В России изменили перечень доходов, с которых можно получать суммы на содержание детей. Все работы идут по плану. Объекты будут сданы до конца этого года. Глава Самары Лена Лапушкина проверила, на каком этапе строительство детского сада на Ташкентской, школы на пятой просеке и дошкольного учреждения на Подшипниковой. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Уже совсем скоро здесь будет тепло и уютно. В здании детского сада на Ташкентской завершены все внешние общестроительные работы. Полностью выполнен фасад, закрыт тепловой контур. Со дня на день батареи потеплеют. Параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Выполнена асфальтовая отмостка здания, установлен бордюрный камень, сделано щебеночное заполнение. В ближайшее время его зальют асфальтом. Дневные температуры это позволяют. Кроме того, завезены материалы для обустройства детских площадок. И уже на следующей неделе здесь появятся беседки. А весной в стенах нового помещения зазвучит детский смех. Внутри уже закончена предчистовая отделка. Все помещения полностью готовы к покраске и укладке гомогенного покрытия в детские группы. На всех местах общего пользования уже выполнена керамическая плитка. На лестнице, в коридорах, в санузлах и в пищеблоке. В школе на пятой просеке завершается устройство кровли. Активно ведутся внутренние работы. В блоках, где разместятся классы, красят стены, застилают полы, выкладывают плитку. Завершается работа по закрытию теплового контура. На двух блоках этой школы, которые у нас немного отставали по общестроительным работам, это актовый зал и спортивный зал, сейчас вошли в активную фазу внутренних отделочных работ по устройству полов, штукатурки стен. И уже на днях, благодаря витражным окнам, которые предусмотрены проектом, на стенах заиграют яркие блики. Витражи украсят и здание детского сада по адресу Подшипниковая, 27. Они уже доставлены. Внутренние работы также близятся к завершению. Внутри здания уже в части помещения выполнена в первом слое покраска и уложено гомогенное покрытие. Также полностью завершены работы по укладке керамической плитки во всех помещениях, где она должна быть. Сделаны все внутренние коммуникации. Все объекты возводятся в рамках национальных проектов демографии и образования и должны быть сданы до конца года. Виктория Шарая, Константин Головин, Василий Колдашов. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 1791 случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 151459. Такие данные 11 ноября публиковали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 924 человека. Всего с начала пандемии из больницы выписали 111 985 пациентов. В Самарской области продолжается режим самоизоляции для пожилых людей. В этот период на помощь к ним приходят социальные работники. Они приносят продукты и лекарства. Помогают по хозяйству. Если нужно, вызывают врача. Как живется старшему поколению на самоизоляции и почему важно вакцинироваться, расскажем далее. Фаина Ишалева, пенсионерка, сама настояла, чтобы пройти вакцинацию. Из-за большого количества хронических заболеваний врач предлагала получить медотвод. Но Фаина захотела привиться, поскольку часто посещает санаторий и переживает за своих близких. Чтобы детей не заразить, внуков, внуки маленькие, 7 лет, младшие девочки. И я говорю, нет, надо делать, чтобы не заразить никого. И самим еще охотно пожить. В сложившейся эпидобстановке Фаина старается лишний раз не выходить из дома. По хозяйству ей помогает соцработник Ольга Рябиченко. Сходить в магазин за продуктами и лекарствами, приготовить обед и навести порядок. Ольга – незаменимая помощница. В последние пару лет один из главных ежедневных ритуалов – обеззараживание. Квартиры подопечных, соцработники обрабатывают специальным хлоросодержащим веществом. В своей профессии Ольга чувствует ответственность не только за свою жизнь, но и за тех, кто ей доверился. Потому пройти вакцинацию считает своим долгом. Мы общаемся с большим количеством людей. У нас сейчас бабушки сидят дома. Во двор кто выходит, а кому за 65, тех мы уже стараемся, прям ругаем, чтобы они у нас никуда не выходили. Вакцинация – самый действенный способ обезопасить себя от коронавирусной инфекции, говорят медики. Но при этом нельзя игнорировать санитарные требования. По-прежнему надо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки. Сегодня в регионе продолжают работать 167 пунктов вакцинации, в том числе 9 круглосуточных. Мария Левина, События. В Самаре продолжает свою работу городской штаб по оказанию помощи пожилым и маломобильным жителям. Одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды обращаются за получением адресной помощи. Волонтеры помогают оплатить коммунальные услуги, покупают лекарства и товары первой необходимости. Обо всем подробнее наши корреспонденты. Светлана Певцова в рядах волонтеров уже пятый год. В штабе акции «Мы вместе», который заработал год назад в разгар пандемии, принимала звонки, а теперь решила попробовать себя в роли доставщика лекарств и продуктов первой необходимости, в которых нуждаются маломобильные, одиноко проживающие самарцы, а также пожилые люди старше 65 лет. Сменить деятельность решила из-за большого желания лично помочь людям в эпоху коронавируса. Я хочу заниматься именно вот этой деятельностью, потому что сейчас волонтеры очень нужны. Я хочу доставлять продукты или лекарства первой необходимости гражданам 65+, хочу им именно помогать в этой ситуации. Все продукты покупаются в небольшом количестве, так как по правилам вес корзины не должен быть более 5 килограммов. Покупка оплачивается заказчиком. Закупившись в магазине согласно списку, Светлана отправилась выполнять свою первую доставку к Людмиле Григорьевне Нотаревой. Пенсионерка регулярно раз в неделю заказывает у волонтеров доставку продуктов на дом. Сама выходит на улицу раз в две недели. Ходить уже тяжело, признается Людмила Григорьевна. Поэтому помощь волонтеров просто необходима. Полезно для таких, как мы. Мне 91 год, мне же полезно, чтобы лишний раз носить. Я не могу много. Приносят. Спасибо. Перед тем, как волонтер выполнит заказ на доставку, заявитель должен позвонить на горячую линию волонтерского штаба администрации города по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам. Специалисты принимают заказ только у тех, кто не стоит на надомном социальном обслуживании. Заявку обрабатывают и передают в районный филиал волонтерского штаба. После получения секретного кода для связи с заказчиком и списка продуктов, волонтер отправляется в магазин. Звонков приходит достаточно много, но это опять-таки зависит от дня недели. То есть в начале недели поступает больше звонков, в конце недели поступает тоже достаточно много звонков. Позвонить на горячую линию могут жители города старше 65 лет, одинокопроживающие, маломобильные и находящиеся на самоизоляции. Прием заявок ведется с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Волонтеры на деньги заявители могут купить продукты питания, лекарства, а также помочь оплатить онлайн-услуги ЖКХ. Максим Магомедов, Никита Колосов, Максим Гусев. События. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Виктория Шарая. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Андрей, уважаемые телезрители. В России заработали окрашенные деньги. Что это такое? Это деньги, которые получают льготники. Они могут их потратить только на определенные цели. Сейчас расскажу о курсах валют, а потом остановлюсь на этом поподробнее. Курс доллара на 12 ноября 71,19 рубля. Евро 81,65 рубля. Нефть марки Brent торгуется на отметке 82,58 доллара за баррель. В России заработали так называемые окрашенные деньги, выпускаемые государством электронные сертификаты, по которым отдельные категории населения, например, ветераны и инвалиды, могут приобретать определенный круг товаров и услуг. Это стало возможным с подключением к специальной информсистеме банков и ритейлеров. Пока речь идет о единичных участниках рынка. Но со временем их круг расширится, и механизм можно будет применять по широкому кругу адресных выплат. Сертификаты фактически выполняют одну из функций цифрового рубля, над концепцией которого работает Центробанк. На текущий момент право на получение выплат для покупки жизненно необходимых товаров, в частности технических средств реабилитации, имеют около полутора миллионов россиян. В будущем году для удовлетворения их нужд будет выделено порядка 34 миллиардов рублей. В 2023 году эта сумма увеличится почти до 40 миллиардов рублей. В Минтруде отметили, что процедура использования электронных сертификатов похожа на обычную оплату картами различных банков. На сегодняшний день к системе подключены два банка. В ведомстве ожидают, что к апрелю будущего года подключатся еще пять кредитных организаций. Россияне часто не выплачивают микрозаймы. Об этом сообщают специалисты Центробанка России. В сегменте потребительских кредитов, которые предоставляются на срок не более 30 дней и на сумму до 30 тысяч рублей, в так называемых займах до зарплаты наблюдается повышенная оборачиваемость. Но почти 50% таких микрозаймов не возвращаются. Россияне не платят по каждому второму займу. За первые пять месяцев текущего года граждане оформили 10,5 миллионов микрокредитов. Российский спрос на покупку недвижимости в Турции снова пошел вверх. В октябре этого года количество запросов на приобретение жилья в этой стране со стороны россиян увеличилось на 13% относительно сентября текущего года, а по итогам 10 месяцев на 32%. По данным аналитиков, сейчас наиболее доступная квартира в городе Анталья продается за 5 миллионов рублей. Подобный бюджет позволит купить жилье площадью 85 квадратных метров. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Самарские эксперты рынка недвижимости продолжают фиксировать рост цен на жилье. Самую высокую динамику демонстрируют объекты первичного сегмента. Новостройки местами подорожали в два раза по сравнению с началом года. Поднимают прайсы собственники вторичного жилья. Цены растут каждую неделю, говорят эксперты. Гольфия Асафина узнала, ждать ли возврата к допандемийным показателям. Вторичка на 20% новостройки местами на все 100. Стремительный рост цен на недвижимость к ноябрю так и не прекратился, несмотря на самые оптимистичные прогнозы экспертов жилья. Спрос подогретой льготной ипотекой и скудное предложение на рынке приводит к тому, что сметают буквально все, отмечают агенты. Выходят новые позиции и снова цена на порядок выше. 100 тысяч рублей за квадратный метр для Самары теперь новая реальность. Не так давно, года полтора, 65 это было, извините, это окончание строительства. Полтора-два года назад однокомнатная квартира стоила миллион 800. Хорошая однокомнатная квартира, большая достаточно, под 40 метров, с большой кухней. Ну, там неплохие планировки. Сегодня эта квартира стоит 3200. Дом еще не сдан. Они практически каждую неделю повышают стоимость квадратного метра. И те, кто живет на вторичном рынке, кто смотрит вторичное жилье, говорят, ба, да там такая цена, что же я так дешево продаю свою квартиру. А давайте поднимем. За ночь стоимость квартиры может вырасти на 300 тысяч. Именно сектор новостроек диктует правила ценообразования, рассказывают эксперты. Сейчас объект на этапе котлована стоит как некогда готовая квартира. Свою роль здесь сыграл и переход на экскроу-счета. Впрочем, ажиотаж не вечен, уверены некоторые самарские специалисты. И совсем скоро рынок может замереть. Нечто похожее было в 2008 и 2014 годах, когда наблюдался обвал цен на жилье. Покупательская способность, она не безгранична, конечно же. И в любом случае настанет момент, когда стоимость, которую предлагают собственники, не будет устраивать покупатель. Покупательский спрос будет ниже, чем предложение на рынке. И однозначно снижение стоимости оно будет. И перед снижением будет затише. Это как раз тот самый сложный момент, который сравнивают многие с тем, что рынок стал, о том, что перестали покупать. Я думаю, что все-таки в 2022 году у нас планомерно начнет снижаться спрос и выравниваться стоимость. Уже сейчас, по оценкам специалистов, порядка 20% игроков рынка отказываются от завершения сделок, боясь остаться в невыгодном положении. Впрочем, не все эксперты верят в прогнозы о лопнувшем пузыре на рынке недвижимости. А значит, не стоит ждать лучших времен для сделки. Закон рынка всегда гласит одно – лучшее время покупать или продавать сегодня. Как говорят, пузырь, строительный пузырь, пузырь на рынке недвижимости, он должен лопнуть и все должно упасть. Вы знаете, ну, я не верю в это. Если не случится какое-то очень серьезное макроэкономическое событие не только в нашей стране, но и в мире. И более того, сейчас вот мои сотрудники находятся в Питере на Всесоюзном жилищном конгрессе. Там открытым текстом говорится, что новостройки не упадут в цене, потому что стоимость строительных материалов только растет. Стоимость электроэнергии, всех составляющих строительства растет, поэтому не с чего падать. Если вы решили обменять жилье, специалисты советуют не торопиться с продажей старой квартиры. Сделки должны проходить практически одновременно. Тогда вы не рискуете потерять деньги. Кульфия Сафина, Василий Колдашов. События. С 11 ноября в России изменился перечень доходов, с которых можно взыскать алименты. Теперь это не только зарплата, но и, например, доходы от реализации недвижимости. Если ее продавали в предпринимательских целях. И доходы, полученные от сдачи недвижимости в аренду. С полученного налогового вычета. С процентов по вкладам или остаткам на банковских счетах. С доходов, полученных от оборота ценных бумаг. И с доходов, полученных в качестве самозанятого. По статистике, в России около полутора миллионов неполных семей считают основным источником своего дохода именно алименты. Из них почти 18% получают данный вид выплат нерегулярно или не в полном объеме. В прошлом году было возбуждено более полумиллиона исполнительных производств в взыскании алиментов. Но, несмотря на это, ситуация пока не улучшается. Проблема в механизме реализации закона. Ну, хорошо, мы установили необходимость взыскания алиментных платежей, например, с доходов от купли-продажи акций. А каким образом это отслеживать? Заставить человека самого принести эту справку мы физически не можем. Ну, он не принесет, потому что он хочет, например, скрыть эти доходы. А судебные приставы, они на самом деле на данный момент не обладают технической возможностью отследить вот эти вот доходы. Что касательно акций, что процентов по вкладам. Обновили 64 городских маршрута. Это практически 67 километров дорожной сети. В Самаре подвели итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». О масштабном ремонте и знаковых обновленных участках города расскажет Михаил Ермоленко. В этом году в Самаре обновили 64 объекта общей протяженностью 66 километров. Все это благодаря средствам нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Особое внимание уделили проблемным участкам, которые выбирали с учетом пожеланий жителей областной столицы и предписаний ГИБДД. Так, в числе первых, дорожные службы начали обновлять методом больших карт «Ракитовское шоссе». Раньше была очень напряженная здесь дорога. Постоянно она была разбитая, постоянно тут фуры стояли, было очень много аварий. После реконструкции дорога разгрузилась, стало легче добираться до работы. Ну, в принципе, и все хорошо. Ремонт «Ракитовского шоссе» проведен на участке от Московского шоссе до улицы Магистральной, включая путепровод «Ракитовский», протяженность порядка двух километров. Дорога прошла все проверки на качество, на соответствующие кухонгосты и СНИПы. После укладки асфальта бетонной смеси нанесли разметочку для водителей. Сейчас дорога удобная для всех водителей. По «Ракитовскому шоссе» было больше всего обращений горожан. Они оставляли их на специальной карте убитых дорог в интернете. Ресурс активно используется общественниками. Это такой ресурс, куда граждане пишут обращения, какие дороги они хотели бы отремонтировать. Опять же, несколько лет подряд мы писали обращения как в Минтранс, так и в город Самара, чтобы эту дорогу включили план ремонта. И вот, наконец-то, мы видим, что эта дорога появилась у нас. Главная цель дорожного нацпроекта – создать качественную и надежную транспортную инфраструктуру, а также снизить количество очагов аварийности. Такой подход в приоритете. Например, на улице Вольской, кроме ремонта дорожного полотна, установили островки безопасности и дополнительно обустроили карманы для паркинга. Нововведения разработали совместно с ГИБДД города. На улице Вольской это особенно важно, так как рядом находится городская больница имени Семашко и учебные учреждения. Должен быть свободный проезд около больницы, чтобы больные могли спокойно посетить ее, остановиться около больницы, высадить больного и, соответственно, не создавать помехи движению. Пробок было меньше. Новый ГОСТ и нацпроекты «Безопасные качественные дороги» предписывают использовать только современные долговечные материалы. Это особенно важно, когда дело касается крупных городских дорог. Например, проспекта Кирова. Современные материалы применили и во время ремонта дороги на пятой просеке, которая проходит вдоль новой школы. В текущем году на территории городского округа Самара впервые применялись новые асфальтобетонные смеси, применяемые как на покрытии проезжей части, так и на литой асфальтобетонной смеси трамвайных путей, так и на тротуарах. То есть применение было широким, и мы надеемся на долгий срок службы и хорошее состояние. Также во время обновления самарские дороги и пешеходные зоны стараются сделать комфортными и безопасными, в том числе и для маломобильных групп населения. Именно по этой причине особое внимание к устройству пандусов, тактильных плиточных элементов. Подводя промежуточные итоги реализации нацпроекта, специалисты отмечают, что ремонт городских дорог выполнили с опережением графика, даже несмотря на увеличенный объем работ. Так в начале года планировали обновить чуть больше 48 километров дорожного полотна. По факту отремонтировать удалось почти 67 километров. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, События. Самарские водители после локдауна начали активно переобувать авто. Работники шиномонтажных мастерских обслуживают более десятка машин в день. Также из-за большого количества желающих в шинных центрах наблюдается дефицит зимней резины. Оцены на колеса выросли на 15%. С подробностями Никита Колосов. Автомобилист Александр Петров за рулем уже более 20 лет. Каждый год с наступлением холодов и первых заморозков спешит сменить летнюю резину на зимнюю. Говорит, что от этого зависит безопасность передвижения по заснеженным скользким дорогам. Зимы разные бывают. Суровые. Гололед на дорогах. Вот тебе и кузовные работы. А еще страшно. Человек пострадает. Горячая пора для работников шиномонтажных мастерских началась с первых дней после снятия локдауна. Во-первых, за две нерабочие недели возросло количество желающих сменить колеса. Во-вторых, начались ночные заморозки. А днем среднесуточная температура воздуха опустилась ниже плюс 10 градусов. Летняя резина начала отвердевать и терять свои цепки и свойства. Поэтому ездить на ней стало небезопасно. Перед всеми автовладельцами стал вопрос, какую резину лучше выбрать. Существует два вида зимних шин. Фрикционная и шипованная. Обе имеют почти одинаковые свойства и сделают поездку в зимнее время года комфортной и безопасной. Отличия в основном уровень шума колес, рассказывают эксперты. В этом году при выборе зимнего комплекта шин автовладельцы в первую очередь обратили внимание на поднятие цен. Нашей съемочной группе удалось узнать, в чем причина. Подорожание шин связано с рядом факторов. У нас подорожало абсолютно все. Подорожал металл, тот, который присутствует в шине. Подорожал каучук. Вот процент соотношения, из чего состоит шина. Компоненты, что подорожали, это отразилось на себестоимости продукта самого. Как правило, это примерно соотношение 15-20%. В связи с увеличением цен на новый комплект зимней резины, во многих шиномонтажных мастерских предлагают услугу до шиповки резины. Но специалисты шинных центров и опытные автовладельцы знают, что такой способ небезопасен. Из-за неправильной формы шипов протектор шины может пойти волной и нарушить сцепление с дорогой. Таких шин не хватит даже на сезон. Никита Колосов, Максим Гусев, События. Далее, коротко о других событиях дня. В проект кодекса об административных правонарушениях добавили ряд новых норм. В частности, о временном ограничении водительских прав по решению суда, а также о штрафе за неоднократный отказ остановить машину. Сейчас штраф за отказ остановиться по требованию полицейского составляет 800 рублей. Новый кодекс предусматривает лишение прав на срок до 3 лет или штраф 40 тысяч рублей. За управление автомобилем с нечитаемым номером, если это не первый случай, водителя могут оштрафовать на 5 тысяч рублей или даже лишить прав. Резидив с чрезмерной тонировкой грозит штрафом в 3 тысячи рублей. Кроме того, в законопроект включены санкции за систематические нарушения, опасное вождение, парковку автомобиля на газоне, выбрасывание мусора из транспортного средства. Также предполагается увеличить с 1 тысячи до 3 тысяч рублей санкцию за стоянку вне специально отведенных карманов. В Самаре могут изменить стоимость проезда в общественном транспорте, пока вопрос находится в проработке. Последний раз стоимость проезда повышали с 1 января 2020 года. При этом давали гарантии, что ценник не будет меняться в течение двух лет, то есть как раз до 2022 года. Тем более, что с введением ограничительных мер из-за пандемии у всех перевозчиков снизился пассажиропоток, а расходы, напротив, увеличились, поэтому предприятия находятся в сложной финансовой ситуации. В отношении самарца возбудили уголовное дело за ложное сообщение об угрозе теракта. Неизвестный позвонил в сентябре в полицию и заявил об угрозе взрыва завода в Кировском районе города. На месте происшествия работала следственная группа с кинологами. Правоохранители установили владельцы номера, с которого звонили. Безработный, ранее несудимый мужчина 74-го года рождения, признался, что позвонил в алкогольном опьянении. Теперь ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. В Самарской области проводят доследственную проверку по факту гибели ребенка на пожаре. Об этом сообщили в региональном СУСКР. 10 ноября в одном из частных жилых домов на улице Аэродромной в Сызрани после тушения возгорания обнаружили тело пятилетнего мальчика. Также в результате пожара пострадал мужчина. Обстоятельства устанавливаются. В России переписали уже более 90% населения или 133,5 миллиона жителей. Причем 24 миллиона человек переписались на госуслугах. Цифровизация позволила практически вдвое сократить переписной персонал и расходы на проведение процедуры. Но, несмотря на масштабное применение новых технологий, в стране работают и полевые переписчики. Полученные данные лягут в основу огромного числа решений в стране. От разработки масштабных федеральных и региональных программ и проектов до строительства отдельных объектов инфраструктуры – дорог, школ и больниц. Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Переписаться самостоятельно можно на портале госуслуг. На этом выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова